Всем привет! Сегодня хочу показать свой заказ с сайта Natina. Как обычно я там покупаю продукцию Makeup Revolution и все вот эти вот подбренды iHeart и так далее. Очень сложно устоять и особенно сложно устоять тогда, когда в подарок еще дают mystery bag. Уже получается какой второй или третий раз я пользуюсь этим предложением, потому что очень сложно устоять. Всегда стараюсь заказы делать, когда дают в подарок mystery bag и ты никогда не знаешь, что же там внутри, что же там тебе придет в подарок и, конечно же, это очень выгодное предложение. Ну что ж, давайте я вам сперва покажу, что же я сама заказала, но потом в конце, что же мне дали в подарок, что же мне попалось в этой в этом пакетике mystery bag. Пожалуй, я решила не брать какие-то новинки, не пробовать что-то такое прям только-только появившиеся в продаже. Я захотела взять то, что действительно все хвалят уже на протяжении долгого времени. То, в чем я в принципе уверена, уверена в качестве, потому что слышала снова-таки очень много положительных отзывов. И эта линейка совместно с блогером SovX. Да, это я думаю, что, наверное, самая удачная серия у Makeup Revolution, потому что она правда стала популярной. Эта серия действительно очень качественная, поэтому разметали как горячие пирожки. Но, к счастью, насколько видела, до сих пор в продаже еще можно встретить продукты этой серии и по-прежнему они пользуются популярностью. Поэтому я решила тоже себе такую палетку заказать. Совместно с SovX у них вышло две палетки. Одна первая стандартная и вышла еще вторая под названием Extra Spice. Я долго думала какую же взять, но в итоге взяла Extra Spice. Да, она почему-то меня заинтересовала больше. Да, в ней, насколько я помню, меньше оттенков, но при этом рефилы больше и цветовая гамма. В принципе, в обоих палетках мне нравится, но у Extra Spice она еще такая более яркая, более интересная для меня лично. И вот эта палетка сейчас у меня в руках. Я очень рада, очень хочется ее протестировать. Может быть, тоже с вами снимем отдельный обзор этой палетки и посмотрим, действительно ли она такого крутого качества, как все рассказывают. Но цветовая гамма очень-очень мне нравится. Она такая прям для меня лично осенняя. Не знаю. Давайте посмотрим, как эта палетка выглядит внутри. У нас здесь коробка, как видите. Ну и вот, собственно, как выглядит палетка. Она полностью спереди зеркальная. Предыдущая палетка, она была пластиковая, такая же, как вот здесь вот сзади. А это уже так более роскошно смотрится. Она в виде зеркала. Тут даже все так прекрасно четко видно. В общем, дизайн крутой, но только, естественно, есть минус то, что здесь остаются отпечатки пальцев. Ну, что поделаешь. На зеркальных поверхностях без этого никуда. Ну, давайте ее откроем. Здесь такое прям огромное зеркало полностью на всю крышку. Конечно же, здесь есть пленочка, ну и сама палетка. Она очень красивая. Оттенки прям нереально красивые. Есть более нюдовые, но в основном здесь все яркие. Нюдовыми оттенками пользоваться скучно. Вот честное слово. Хочется чего-то яркого однозначно. Поэтому в последнее время только покупаю какие-то такие яркие палетки интересные. И каждый оттенок здесь имеет свое название. В общем, хотелось бы с вами сделать тоже свотчи, но планирую сделать отдельный обзор, в котором покажу вам и свотчи, покажу вам и макияж с этой палеткой. Надеюсь, что в ближайшее время такое видео появится и оно будет кому-то еще интересно, потому что снова-таки палетки эти уже далеко не новинки. Но при этом они бестселлеры у Revolution и их до сих пор покупают, их до сих пор все хвалят. Поэтому я посчитала нужным купить себе тоже такую палетку в коллекцию, протестировать ее и надеюсь, что также осталась ей довольна. Как видите, здесь и рыжая гамма, есть и красный есть оттенок, и такие шиммерные, матовые, сатиновые, золотистый красивый цвет, есть более такие приглушенные. В общем, палитра просто роскошная, безумно она нравится мне и ассоциироваться у меня почему-то вот с осенью. И дизайн тоже очень, конечно, круто и достойно все выглядит, как будто держишь в руках какую-то люксовую палетку. Пока что это только мое первое впечатление при вас, но мое мнение, конечно же, уже в последующих видео будет, когда я всю эту косметику протестирую. И я решила купить еще один продукт из этой серии Soft X и Revolution. Трудно было устоять, решила, что все-таки надо. Надо приобрести еще вот такую вот помаду, она тоже очень круто и очень стильно выглядит. Здесь такой у нас матовый низ и сверху снова-таки глянцевая поверхность, такое вот розовое золото. Красиво очень смотрится. Все в таком вот одном стиле в этой серии. Долго думала, какой же оттенок выбрать, в итоге выбрала оттенок Syrup. И вот, собственно, как он выглядит. Вот такой вот здесь у нас цвет, как по мне, такой какой-то телесный нюд или даже больше шоколадный нюд. Там еще был розовый нюд и более такой коричневый цвет. Вот я долго думала, какой же взять, но в итоге, как видите, взяла вот такой вот, наверное, теплый нюд. Посмотрим, что из этого получится. Здесь тоже еще на стике выбито название серии, ну и, собственно, имя блогера, ее никнейм Soft X. Очень-то круто, стильно все смотрится. Аромата практически нет. Я думала, будет какой-то такой приятный, может быть, шоколадный аромат, но нет. Аромата практически нет. Помада должна быть кремовая, должна быть увлажняющая, то есть это не матовая серия, это кремовые помады. Кстати, я увидела, что у некоторых видела обзоры и видела, что они, оказывается, могут немного таять за счет своей текстуры, такой вот кремовой, поэтому нужно быть осторожными и, если что, класть их в холодильник, чтобы никаких таких неприятных инцидентов не случилось с этой помадой. Было бы очень обидно. Чтобы получить в подарок мистери-бэк, конечно же, этих двух продуктов было купить недостаточно. Обычно там нужно покупать на плюс-минус 800 гривен, чтобы получить в подарок мистери-бэк. Поэтому, конечно же, я купила еще несколько продуктов, которые хотела купить уже довольно-таки давно и вот позволила себе это сделать. Во-первых, это будет вот такая красота, на которую я смотрю уже не один год. Вот. Я покупала в форме сердца вот такие вот румяна тоже, но решила, что все-таки румян мне мало. Я хочу еще вот эти знаменитые хайлайтеры. У них всегда невероятно милые и красивые упаковки. И внутри меня ждет вот такое вот картонное сердце, картонная коробочка, которая, кстати, очень-очень легко открывается, очень плохо держится, такая, знаете, хлипенькая слегка. Вот. И такая вот у нас красота внутри. Хайлайтер у нас в оттенке шампань. Я такие оттенки люблю. И, в принципе, долго думала, какой же взять. Goddess of Love или of Fate, по-моему. Но все-таки выбрала вот этот. Он самый популярный. Его чаще всего покупают. Очень часто его хвалят. И здесь действительно невероятно красивый оттенок. Ну и само оформление в форме сердца. В общем, все это, конечно же, очень покоряет. Устоять невероятно сложно. Поэтому рада, что теперь помимо румян, также у меня в коллекции еще будет и хайлайтер в форме сердца от iHeart Revolution. Но я не остановилась на одном хайлайтере, поскольку хайлайтер я очень люблю. И это те продукты, которые заканчиваются очень медленно. И, в принципе, их в коллекции не нужно много иметь, потому что их хватит на всю жизнь реально. Может, даже и больше. Но все равно хочется пробовать что-то новенькое. Поэтому еще не смогла устоять перед вот таким вот хайлайтером. Это уже Revolution. Собственно, здесь у нас 10 грамм. И это тоже, насколько я понимаю, запеченный хайлайтер. Reloaded серия называется. И оттенок имеет название Set the Tone. В общем, вот такой вот здесь у нас хайлайтер. Тоже очень красивая такая у него запеченная, рифленая текстура. Если честно, я думала, что он будет тоже такой, знаете, или белый, или шампань. Но он немного показался мне таким, знаете, вот сухим. Я почему-то видела обзоры, и там он мне казался таким, как жидкий металл. Настолько красивый. А на деле он какой-то очень сухой. Такие вот здесь довольно крупное такое свечение. Крупных блесток нет, но при этом какое-то такое вот меловое сияние. В общем, не знаю, пока мне как-то не очень нравится его текстура. Я ожидала получить другое, если честно. Но посмотрим, как бы он будет выглядеть на лице. Обязательно его протестируем с вами. И посмотрим, потому что пока что я немножко разочарована его текстурой. И еще один продукт, который я купила. Вот этот продукт мне, правда, пришлось купить, чтобы добить нужную сумму и получить подарок. И мой выбор пал на вот такой вот, назовем его блеск для губ, или же как, или же это помада. Да, это блеск для губ Lip Gloss. Это уже iHeart Revolution, iHeart Chocolate. Шоколадный блеск для губ. Выбрала в таком вот оттенке. Не знаю, правильно ли я сделала, поскольку оттенок такой прям очень-очень темный. Шоколадный. Здесь у нас 5,5 мл. Давайте посмотрим. Смотрите, какой он темный. Он нереально темный. То есть, правда, как будто там растопленный шоколад. Но как он пахнет? Это нутелла. Это какая-то вот шоколадная паста. Это невероятно вкусный запах, который просто хочется съесть. Вот только, наверное, ради аромата. Если вы любите такие вот сладкие отдушки, вкусные в косметике, то только ради этого стоит такие продукты брать. Потому что я не уверена, что свойства будут классные. Поскольку, ну как, очень проблемный цвет. И это блеск для губ. То есть, я не знаю, что у меня там на губах в итоге получится. Но побаловаться почему бы и нет. Взяла. Он был по скидке. Очень даже дешево. Поэтому решила тоже попробовать. И такой вот необычный, интересный, очень вкусный продукт. Ну, а теперь давайте перейдем к мистери бэк. Что же меня ждало внутри этого пакета? И я не могу сказать, что я прям довольна на все 100%. Потому что, ну, такие, знаете, продукты. Очень часто в мистери бэк кладут продукты, которые не пользуются популярностью. Да, которые там в каких-то таких оттенках неходовых. В общем, чтобы вот сбагрить, что-то такое вот не нужно. То, что простаивает, пролеживает. То, что не покупают. Вот обычно что-то такое. И получаем мы в мистери бэке. Очень часто оттенки тоже не совсем подходят. Ну, в общем, ладно. Давайте смотреть, что у меня попалось в этот раз. Вот, собственно, мой мистери бэк. И заглянем внутрь. Что же там? Во-первых, что сразу же можно видеть, это вуаля. Да, это у нас кисточка для макияжа от Freedom. Это, кстати, написано, что это Pro Concealer Brush. То есть, это кисть для консилера. Не знаю, я такие кисти обычно для консилера не использую. Это скошенная, самая обычная скошенная кисть. Давайте, наверное, ее откроем. Вот такая вот кисточка. Я такие кисти могу использовать, чтобы наносить базу под тени. Или же, чтобы какие-то тени нанести на подвижное веко. Ну, в общем, в каких-то редких случаях такие вот скошенные кисточки я все-таки использую. Но не фанат их абсолютно. Для консилера я такое точно бы использовать не стала. Не очень удобно таким наносить консилер, как мне кажется. Ну, как, нанести еще, да, но не растушевывать точно. То есть, это уже для этих целей нужна другая кисточка. В любом случае, получить ее в подарок очень приятно. Добавится вот такая вот новая кисть в мою коллекцию. Может, иногда буду ее использовать. Так что, да, почему бы и нет. Ну, что ж, давайте посмотрим, что там еще у нас. Здесь у нас еще есть несколько продуктов от Freedom. И несколько от Revolution. Давайте продолжим с Freedom. Так уж и быть. Вот такой вот необычный продукт. Удивилась, когда я его увидела. Это Pro Contour Stick. В коробочке вот такой вот двухсторонний стик для контуринга. Тоже это все, конечно, необычно. Я таким обычно не пользуюсь. Поэтому для меня это все и необычно. Вот такой вот здесь у нас стик двухсторонний. Как видите, с одной стороны коричневый цвет. Такой вот, ну, собственно, чтобы использовать для контуринга. Рисовать себе скулы и все в этом роде. Это кремовые продукты. А со второй стороны у нас вот такой вот консилер, видимо, чтобы осветлять какие-то зоны. В принципе, я считаю, что оттенки мне должны подойти. Тем более, что это у меня оттенок Fair. Я думаю, это самый светлый оттенок. Обычно так его и называют. Поэтому тут хотя бы мне повезло. Мне положили и правда самый светлый оттенок. Чему я очень рада. Поэтому думаю, что этим продуктом я смогу воспользоваться. Я, конечно, не очень люблю кремовые текстуры наносить себе на лицо. Но попробуем, попробуем. Раз уж дали в подарок, буду тестировать. Так, что у меня здесь еще в пакетике? Еще один продукт от Freedom. Сразу же уже расквитаемся с Freedom. Это помада. Помады эти очень бюджетные. Они на сайте Natina также есть. Они нереально там дешево стоят. Но, собственно, по ним это и видно. Потому что здесь такие вот очень некачественные упаковки. Такой вот тонкий пластик. Ну, в общем, все как-то очень хлипенько. Все, крышка еле держится. В общем, видно, что помады бюджетные. Freedom Professional London. У меня это помада в оттенке 113 Whispers. Серия вообще называется это Pro Lipstick Bear. 113 Whispers оттенок. Вот такой вот здесь у нас розовый цвет. Абсолютно универсальный. Снова-таки с цветом они угадали. Это очень радует. Видно, что помада кремовая. Абсолютно никакого запаха нет. Что тоже очень радует. Поэтому буду ей пользоваться. Почему бы нет? На первый взгляд, очень даже неплохая помада. Не важно, что упаковка такая вот дешевенькая. Но главное все-таки содержимое. Так что тоже, в принципе, очень даже неплохой подарок. Ну что ж, и теперь еще посмотрим на сколько там? Три продукта от Revolution, которые здесь были в этом Mystery Bag. Во-первых, покажу вам вот такое средство. Это тональный крем в виде стика. Тоже таким я никогда не пользовалась. Это тоже не мой формат продукта абсолютно. Но что поделаешь. Это Fast Base Stick Foundation. У меня в оттенке F7. Тоже думаю, что оттенок не совсем мой. Думаю, он будет желтить. Вот такой вот здесь у нас стик. Даже, видите, по стику видно, что оттенок темноват. И вряд ли он мне прям подойдет на все сто. Посмотрим. Нанесу это все на лицо себе. Ну, конечно, формат не совсем для меня лично удобный. Наносить себе на лицо таким образом тональный крем. Ну, ладно. В любом случае, знаете, попробовать. Почему бы нет? Все-таки бесплатно. Так, и следующий продукт от Revolution. Это, конечно, большое мое удивление. Потому что здесь, конечно, оттенок уже на все сто процентов не мой. Видимо, самый неходовой оттенок. Это консилеры. Всем известные консилеры от Revolution. Conceal and Define. Они называются. Full Coverage. В общем, и контур тут даже. У меня оттенок, вдумайтесь, только C14. Четырнадцатый аж оттенок в линейке. Ясное дело, что это один из самых темных оттенков. Поэтому я, если честно, сразу думала, когда я его увидела, что, может быть, я буду с помощью него тоже делать этот самый жидкий контурин. То, что для этих целей он мне подойдет. Но все же это консилер. Поэтому, не знаю. Видите, он очень сильно темный. Такая здесь прям огромная джамба. Огромный джамба аппликатор. Тоже как шоколад какой-то выглядит. Это для темнокожих. Ну, тут уж прям сто процентов. Не знаю. Зачем они мне его положили, я не знаю. И пока без понятия абсолютно, что с ним делать. Потому что тут, я даже не знаю, есть ли смысл его пробовать. Ну, снова-таки, разве что использовать для контуринга. Но жидкие текстуры для контуринга я не люблю. В общем, да. Вот это, конечно, реально смешной продукт в плане оттенка. Я давно хотела попробовать консилер этот. Ну, понятно, что попробовать в самом светлом оттенке. А мне прислали самый темный, я думаю. Ну, в общем, бывает и такое. И последний продукт, который у меня здесь в пакете, тоже от Revolution. И это будет помада, которую они мне уже присылали раньше. В предыдущем Mystery Bag. Но в этот раз уже в другом оттенке. Это их тоже такая вот стандартная матовая серия. Бюджетные помады в виде пули. Очень похожи на мак. В прошлый раз мне прислали такой вот очень темный сливовый оттенок. Я думаю, что малоходовой. В этот раз тоже, конечно, оттенок такой. Думаю, что мало кто его покупает. Называется он Girls Best Friend. Вот. Ну, давайте посмотрим, какой здесь оттенок. Вот такой вот. Это, правда, оттенок Барби. Такой прям, мне кажется, что все-таки идеально подходящий для блондинок. Поэтому обязательно буду его тестировать. Такая вот матовая помада. Это приятный аромат. Ну, в общем, когда-то давно я очень хотела себе такие помады. Мне казалось, что если белые волосы и вот такая помада, то, правда, прям такая Барби, кукла. Очень здорово будет смотреться. Вот. Ну и такая вот помада у меня в итоге появилась. Так что, может быть, летом буду ей пользоваться. Посмотрим. Ну, что ж, в этом видео это все. Вот такой получился у меня заказ Revolution в этот раз. Вот такие вот подарки я получила. В общем, будет интересно услышать ваше мнение. Но я все-таки считаю, что заказ получился очень выгодным. Потому что за свою стоимость я получила очень даже много косметических средств. И все, сейчас это буду активно тестировать. Обязательно думаю, что снимем с вами в ближайшее время обзор. Поближе посмотрим на палетку и остальные продукты. Надеюсь, видео вам понравилось. Оно было для вас информативным, полезным, интересным. Скоро увидимся. И всем пока.